Добро пожаловать еще раз на Repetit Online Language, где мы учимся, в этот раз, шведский язык. Сегодня это второй урок, а в прошлом уроке мы учились, как на шведском говорится, я не знаю, это jö vet inte, jö vet inte, я не могу, jö kan inte, jö kan inte, я не хочу, jö vill inte, jö vill inte, я не понимаю, jö förstår inte, jö förstår inte. Окей, как вы уже догадаетесь, jö, это значит я, jö, это я, довольно, довольно похоже, да? Но запомните, что это не jag, это jö, это как а, не а, а а. А тут у нас есть vet, запомните, что на шведском языке говорится e, не je. Если вы говорите здесь vet inte, как много русских говорят, то это будет очень, во-первых, неправильно, во-вторых, смешно. Так что, не советую вам это делать. Так что, jö vet inte. Повторяю, это не будет jö vet inte, потому что это просто будет смешно. В плохом смысле. Здесь у нас есть jö kan inte, jö vill inte, jö förstår inte. Окей, окей, как вы тоже догадаетесь, inte значит то, что на английском будет don't или not, скорее всего. Буквально, I know not, I can not, I want not, I understand not, чтобы вы поняли, что это не совсем нет. Это not. Значит, раз у нас уже есть слово я, продолжим. Я на шведском это jö, ты это d, d. Здесь большая разница между du, это не то, что на русском u. Это тоже не то, что на русском u. Это d. Замечательная разница между u и y. У, и, у, и, у, и, у, и, у, и, у, и, у. Окей. Здесь у нас y. Han это он. Kun это она. Значит, здесь у, здесь л. Вы, наверное, думаете, почему здесь произносится у, если там написано о. Ну, на русском тоже иногда говорим а, если там о. Есть какие-то правила, конечно, но на шведском просто не всегда те же правила. Так что здесь hun, а здесь du, здесь han. Еще одну вещь хочу сказать, что аж на шведском это мягкий аж. Это не как на других языках, где говорили бы, наверное, hun или hun или hun. Это hun. 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 А тут han. Okay. Здесь у нас vi. Значит, то, что на английском we. То есть мы. Vi это мы. Не путайте. Это не вы. Vi это мы. Вы это ni. Oni. Еще. Oni это дом. Перша de, но это дом. Не de, не de, а дом. Okay. Думайте, думайте просто дом. Используйте вот эту ассоциацию. Так что продолжим немножко. Учимся как исправлять глаголы на шведском. Это очень просто. Очень просто. Как на английском, но еще попроще. Сегодня используем глагол поговорить. To speak. На шведском есть ad. Proto. Okay. Подумайте, как ассоциация. Просто. Это просто. Proto. Это так просто. Значит, to speak. Не значит просто. Значит, speak. Значит, говори. Ну, вам очень следует использоваться. Использоваться ассоциацией. Итак. Your. Proto. Я говорю. Du. Proto. Ты говоришь. Han hun. Proto. Они говорят. Или он, она говорит. Vi. Proto. Ni. Proto. А ni. Как будет? Правильно. Будет просто. Также просто. И мы говорим, конечно, о сегодня. Настоящее время. Сегодня на шведском это и долго. И долго. Значит. Сегодня. Так. Завтра. Это на шведском. Не моргун. Ай. А завтра мы говорим. Давайте сделаем так хорошо. Завтра будет. Стоит. Ты. Скав. Прoto. Скав. Прота. Я. Скав. Прота. Ды. Скав. Прота. Хан. Хун. Скав. Прота. Ви. Скав. Прота. Ни. Скав. Прота. И последнее. Дом. Скав. Прота. Скав. Прота. Это не. Прота. Это не. Прота. Потому что. Будет. очень неправильно. Смешно. И так далее. Так что. Мы знаем два. Несколько. Или пару слов. Давайте их правильно говорим. Разумно. С чем путать. Хорошо. А вчера. Значит. На шведском. Значит. О. Как на русском. Ты чё. О. О. Игор. Это вчера. Сегодня. Это идог. Идог. Игор. Вчера. Ёг. Протаде. Протаде. Д. Протаде. Сейчас знаете что я делаю. Копирую. Клею. Копирую. И. Всё. Склеил. До конца. Значит. Времена на шведском языке. Очень простее. Дальше. Протаде. Чем на английском. Кто будет догадаться. Ёг. Сегодня. Протаде. Ёг. И моргун. Или вчера. Или завтра. Извините. И моргун. Это завтра. Скол. Протаде. Ог. Игор. Вчера. Протаде. Протаде. О. А. Э. О. А. Э. Не будет. Тратаде. Окей. Произносим как на шведском. Протаде. 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 Окей. Это было всё на сегодня. Очень полезный. 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 Урок. Скажите как вам. Как вам это нравится. Если это вам. Как-то помогло. Если есть какие-то. Желания. Или. Сомнения. Вопросы. Не сомневайтесь. И пишите. Ещё если хотите. Лишние уроки. То. Можно это через скайп. Запишитесь. Вступайте. И лайкайте. До свидания.